И в завершении выпуска хорошие новости с юга России. Маленькие жители Заполярья продолжают отдыхать в Краснодарском крае в лагере Лазурный берег. Всего в Геленджик отправились 108 детей из Ненецкого округа. Одна из сопровождающих, Лилиана Уткина, записала видеоролик о том, какие созданы условия и как ребята проводят время. Давайте посмотрим. Друзья, всем привет! Меня зовут Лилиана Уткина, на связи молодежная редакция Ненецкого округа «Антифриз». И сегодня я обещаю вам из необычного места. Мы находимся в Краснодарском крае, в городе-курорте Геленджик. И, наверное, вам всем интересно вообще, почему сегодня включение именно отсюда. Дело в том, что мы привезли сюда из округа делегацию 108 детей отдыхать, оздоравливаться и набираться сил перед началом нового учебного года. И сегодня в этом небольшом видео я покажу вам, как протекает наш отдых, потому что прошла уже ровно половина. Так что, если вам интересно, то оставайтесь здесь и продолжайте смотреть это видео. После долгих сборов документов, сдачи анализов, прохождения медосмотров, мы наконец-то отправились в Геленджик с Наринмара 1 августа прямым чартерным рейсом. И стоит отметить, что в нынешних условиях все меры безопасности и на борту самолета, и в аэропорту были соблюдены на 100%. Дети и взрослые были в защитных масках и перчатках. Несмотря на все сложности, полет прошел просто отлично. Мы приземлились спустя 4 часа в Геленджике, и вам, наверное, стоит самим услышать эмоции детей, которые с севера приехали на море отдыхать. Первым делом по прибытии на территорию лагеря врачи удостоверились в том, что все долетели живыми и здоровыми, а дальше после вкусного обеда вожатые расселяли детей по отрядам и комнатам. Условия проживания достаточно комфортные, дети живут по 2-3 человека, в каждой комнате свой санузел и балкон. Вожатые сопровождающие также живут с ребятами в одном корпусе, что позволяет всегда быть рядом и помогать маленьким человечкам, когда это необходимо. Сейчас, пока дети отправились на море, и в лагере более-менее тихо, я предлагаю вам совершить небольшую обзорную экскурсию по территории. Наш лагерь находится на первой береговой линии, что позволяет безопасно водить детей на море. Ведь северным деткам очень необходимо солнце и морской воздух. Мимо обязательных объектов инфраструктуры, таких как медпункт, столовая, посты охраны и прочее, на небольшой территории лагеря уместилось все необходимое для здорового отдыха. Это беседки, спортивные площадки, бассейн, игровая зона и место, которое является центром притяжения по вечерам эстрада. Вожатые с детьми готовят замечательные концерты и каждый вечер радуют друг друга выступлениями. Кстати, о вожатых мы расскажем вам чуть подробнее в следующем видео, ведь это именно те люди, которые создают атмосферу лагеря и делают ее по-настоящему незабываемой. В заключении хотелось бы сказать о том, что летняя оздоровительная кампания для детей из семей в сложной жизненной ситуации проходит в Ленинском округе ежегодно, но в этом году из-за пандемии коронавируса она была под угрозой срыва. И, к счастью, все-таки отделение социальной защиты населения Ленинского округа сделало все возможное для того, чтобы дети все-таки смогли поехать на море. И сейчас, находясь с ними рядом эти 10 дней, мы понимаем, насколько для них это важно. Будем держать вас в курсе того, что у нас происходит. Следующее включение будет совсем скоро, и мы познакомим вас с тем педагогическим отрядом, который работает здесь с нашими ребятами. Это замечательные люди, я надеюсь, что вы в этом тоже убедитесь. Поэтому следите за обновлениями. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока-пока.